Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Ну, сегодня, как всегда, очередное блюдо у меня. Ну и смотрите, что я приготовила. Мне так понравилось печенье из семечек, что я решила еще раз сделать печенье из семечек. Но я к семечкам хочу еще добавить орехи и гоя ягоды. Для этого я взяла всех орехов. Вот у меня фундук, миндаль, семечки, льняное семя. Ну, я гоя взяла 30 грамм. Эти все я взяла по 15 грамм. И сахар у меня сегодня ксилит. Нет, сегодня у меня перкинцукор, да, ксилит. 40 грамм. Ну, и приготовила 2 яйца. Ну, я посмотрю, или одно, или 2 яйца, как по консистенции. Сейчас мне еще надо, наверное, маленечко эти семечки разбить. Тыквины, они сильно большие. Ну, вот я семечки наши разбила. У меня специально такая толкушка мраморная. Купила на Тродаль за 1 ойра, прекрасная. В общем, для разбивать. Мы, как с подружкой, часто ездим на Тродали. И там мы всегда что-нибудь покупаем. Ну, вот какую-нибудь полезную вещь. Вот эта очень полезная вещь. Ну, в общем, мы сейчас высыпаем все наши семечки. Так. Кундук, миндаль, лен, подсолнечник и наша Гоя-ягода. Так. И сахар. Ну, вот так. Сейчас мы все это перемешаем. И будем добавлять яйца. Ну, и посмотрим, сколько у меня яиц. Может, одно, а может быть, два. Вот забьем одно яйцо. Так. И размешаем, посмотрим. Я сказала, что я делала уже печенье вот с этими семечками. Я уже их съела. Они были очень вкусные. Мне очень понравились. И поэтому я вот решила еще раз. Ну, я, видите, в тот раз я брала одно яйцо. У меня масса была поменьше. И, как сказать, мне пришлось добавить семечки. А этот раз вот. Я считаю, что как раз самое то. По консистенции. Ну, вот. И будем раскладывать на наш лист. Я буду опять использовать свой листик. Я тут и до этого только что печенье пекла. Поэтому не обращайте внимания, что у меня тут на бумаге уже следы. Ну, в общем, вот так мы теперь их разложим, наши печенюшки. Ну, тут опять как раз 9 штук войдет. Ну, у нас уже праздники уже. Все мы украшаем. Я тоже уже украсила в окнах маленечко. Повешала лампочки. В городе у нас уже такие рождественские, как бы, светильники делают из... Наша что-то меня прервали. И я потеряла мысль, про что я что-то рассказывала. Забыла, про что я рассказывала. Ну, в общем, у меня тут как раз они войдут. Тоже будет 9 штучек. Самое главное мне не прокараулить, как я те семечки, те печеньки маленькие прокараулила. Думала, что это... Что они не так быстро. Они мне махом. Я посмотрела, вроде бы, были нормальные. А только отвернулась пару минуток. Все. Они уже зарумянились у меня. Но ничего. Все равно они были очень вкусные. Я их съела с удовольствием. Даже ни с кем не поделилась. Обычно со всеми делюсь. С подружкой. А тут не хватило. Я их всех слопала сама. Ну, в общем, вот так. Смотрите, вот такие у нас они сейчас выглядят. Сейчас мы пойдем в духовочке. Я думаю, в духовочке на 180 градусов минут 20. Больше, наверное, не надо будет. Мои печенюшки готовы. Горячие. Вот так они выглядят. Вот. Приготовились. Я их попробовала. Очень вкусные. Но я рекомендую все-таки поменьше сахару положить. Потому что они мне показались маленечко сладковатые. По-моему, вкусу можно было и вообще как бы вообще без сахара. Как вот первые печеньки, они у меня вообще без сахара. А в эти я по рецепту положила 40 грамм. ну, хватило бы 20 грамм. А так печеньки получились очень вкусные. Вот. Посмотрите, какие они. Сейчас мы их выложим. И я вам их покажу поближе. Никогда не думала, что из подсолнечка, из ореха вообще без всякой муки можно сделать такую красоту и такую вкусняшку. А ванюка отсекнулась. Ну, вот так. Вот. Посмотрите, какая прелесть у меня получилась. Очень вкусно. Я, как и сказал уже, я уже попробовала. Приятного аппетита и вам, и мне. Повторяйте за мной, если вам нравится. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Я очень рада. Пока-пока. До встречи.